Девушки отдыхают О, опять молишься? А чего уж делать ты, Настя? О, что делать, что делать? Умнее надо быть немножко Вон, смотри, что я тебе принесла Отвар маковый Зачем? Ай, зачем, зачем Беременность твою сводить будем Это не больно, тошнить будет немножко Ты чего молчишь? Ну давай, благодари меня, еле достала Настя Че? Так это же против Бога Против кого? Против Бога, Настя А что тебе твой Бог-то дала? Мужа убогого малахольного на печи? Детишек мертвых? Сейчас другие времена настают, Наташка Хватит уже дурой такой быть Пошла вон Что? Вон, говорю Сейчас я умру с усмехом Наташка Уйми своего малахольного Убью Убогий у вас родится Неделю он у вас не проживет Вон, пошла Да чтоб вы передохли тут все А ну вон, пошла Митя Как же мы будем, Митя? Мне все болит Оля вся больная Мы с тобой уже трои схоронили Ты даже не можешь Милосту не пойти просить Не молчи, не молчи ты! Она сразу была Как бы небожительной земли Люди такого масштаба Появляются как раз В часы самых страшных испытаний Так она стала Самой почитаемой Любимой святой России Да у нее же глаз нет Чудотворица Первая серия Ангелы знают все Легендарная Матрона Московская Одна из самых любимых в народе святых Чудотворица Провидица Целительница Наша современница Она умерла в 1953 году По легенде С ней успел посоветоваться даже Иосиф Сталин Спросил завоюет ли Гитлер СССР Рассказывают Что старица похлопала генералиссимуса по плечу И сказала что красный петух Победит Незрячая от рождения Матрона Действительно обладала Удивительным даром предвидеть будущее Она предсказала революцию 1917 года Расстрел царской семьи Смерть Сталина И многие события Которые происходят в России сейчас Точность ее предвидений потрясает Откуда простая сельская женщина Знала например Что только в 2000-х годах Будут найдены останки царской семьи Матрона она была Человеком Иной жизни Иного мира Она и родилась сюда Для того чтобы не видеть этот мир У нее не было глаз просто Не было Того чем видят Но зато у нее Было зрение другого мира Но самое удивительное В истории простой деревенской бабушки Матроны Это ее способность творить чудеса Не только церковное житие Но и светские книги воспоминаний о святой Описывают сотни необъяснимых случаев А тысячи очевидцев по всему миру свидетельствуют Чудеса продолжаются и после ее смерти Впервые в истории телевидения Наша съемочная группа Провела масштабное журналистское расследование Мы отобрали уникальные свидетельства очевидцев Доказательства чудес Совершенных по молитвам святой Матроны За все это время Матронушка для меня стала Самым родным Самым близким человеком Она действительно подарила вот такое чудо По другому это никак сказать нельзя Вот такого я встретила замечательного мужчину Именно такого, которого я просила у Матронушки Чудо у меня случилось и с ребенком И понятно, что я... Ну вот я уже говорю, что я не живу без Матронушки Уже никогда Я думаю, что... В том, что мы в том бою выжили За слугу Матронушки Не сомневаюсь нисколько То, что произошло, это только можно назвать чудом Молитвы услышаны Молились очень сильно Уникальный случай Не знаю В шоке Мы обнаружили редкие архивные документы о жизни святой Которые никогда ранее не публиковались Все-таки была найдена такая запись Которая, может быть, косвенно проливала свет На дату рождения Матроны Нашли удивительные артефакты Свидетельствующие о великой старице Вы первые, кто можете эту чашу сегодня снять И главное Только в нашем документальном проекте Впервые за 60 лет после смерти святой Эксклюзивное интервью кровных родственников Прямых потомков Матроны Московской Единственные люди, которые имеют право Называть великую старицу по-домашнему Матрёной Я горд тем, что являюсь родственником Матрёна И горды дети моим Все, что у нас что-то, хоть в нашем поколении что-то есть Впервые на телевидении Мы шаг за шагом воссоздали жизненный путь великой русской святой И с большой долей уверенности Можем предположить Скорее всего Именно так развивались события ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТАТЫ ПРИЕХАЛИ СТАТЫ ПРИЕХАЛИ Это село Себино Тульской области Во времена святой Матроны здесь жили более двух тысяч человек А сейчас осталось всего 25 Обычное бедное село Оно было одним из сотен тысяч таких же ничем не примечательных сел Если бы не удивительные события, развернувшиеся на этой земле Здесь еще живы те, кто видел святую Матрону собственными глазами Мария Дмитриевна Алтапова прожила в Себино всю свою жизнь Она была совсем маленькой девочкой, когда святая Матрона навсегда покинула родные края Ей хорошо запомнились рассказы матери о Матроне Мама Марии Дмитриевны, как и все односельчанки, пользовалась любым удобным случаем, чтобы перемолвиться словечком со святой Попросить за дочку или мужа, спросить о собственном будущем Матрона не была разговорчива, отвечала коротко, но очень точно Она особенно ни с кем не разговаривала, а вот попросит ее, пару слов, тройку скажет и все Сельчане свидетельствуют, Матрона удивительным образом влияла на людей, меняла жизнь каждого, кто с ней соприкасался Никто не остался прежним после встречи с великой святой И первый человек, жизнь которого она радикально изменила, ее родная мать Наталья Наташ, а Наташ, там сваты приехали, ты чего тут сидишь, да вставай быстро Иди-ка встречай быстрее, ты видишь, ничего не готова тут Мама, боюсь я его, мама, он странный какой-то, чахоточный, да молится постоянно Это ж хорошо, что молится, а не пьет Давай быстро, встала, пошла, просто пошла, пока отец не услышал Почему 18-летнюю крестьянку Наташу Голикову родители решили выдать замуж именно за Диму Никонова? Парень слаб здоровьем, тяжелую физическую работу выполнять не может, да еще и из другого села Вряд ли уже когда-то удастся установить точную причину Вполне возможно, что просто волею тех помещиков, которые владели в те времена, то есть они как бы решили, что нужно переженить двух вот этих вот людей, впоследствии ставшими родителей Матроны Московской А может быть, отцы Натальи и Дмитрия, дед Иван и дед Никита, просто дружили? В чем-то они даже внешне были похожи Чего это твоя на мою Митьку-то не больно-то ласковую смотрит? Ничего, ничего, но я тоже волком сначала смотрел Пойдешь, двадцать третий годок пошел Ты ничего не изменил Ну, Парень, самовар вставь Давай, давай, домой иди, дома вставь Доставлю я, ставлю Это уникальный архив Хранилище документов до советского периода Государственного архива Тульской области На хранение у нас имеется 825 тысяч единиц хранения Исследователи Валерий Бибиков и Геннадий Зайцев провели в этом архиве 9 лет Изучая и сопоставляя крупицы сведений, сохранившихся о Святой Матроне И обнаружили невероятный факт Было опрошено несколько свидетель, которые помнили ее еще живой И никто из них не назвал точной даты рождения Матроны Здесь хорошо сохранились метрические книги Где указаны данные о рождении, браке и смерти всех жителей Тульской губернии Начиная с 17 века Уцелели все ревизские сказки Перепись крепостных крестьян Хранятся даже так называемые исповедные ведомости Наши предки в обязательном порядке ходили на исповедь И священники очень строго вели перепись Потому что нужно было знать, кто исповедовался, а кто согрешил Переписывались все члены семьи и указывался их возраст Нашлись сведения о прадедах, дедах и бабушках Братьях и сестрах Святой Матроны Московской Мы построили достойные Матроны до 1650 года, до 7-го карьеры Но среди сотен тысяч прекрасно сохранившихся документов Ничего о самой Матроне К великому сожалению нет записи о рождении самой Матроны То есть это остается такой тайной, которая вряд ли когда-то будет разгадана Святая Матрона Московская, наверное, единственная из великих личностей 20-го века О жизни которой почти нет сведений Многочисленные исследователи, профессиональные архивисты и историки, писатели, кандидаты наук Не могут прийти к единому мнению о том, из бедной или богатой семьи вышла великая старица Кто были ее родители? В селе Себино на предполагаемый момент рождения Матроны оказалось две похожих семьи Невероятно! Тульские архивы хранят подлинники церковно-приходских книг за описываемый период Но среди исследователей нет единого мнения о том, как звали единственную сестру Святой Матроны Пелагея или Мария По всем документам уже видели свидетельство о рождении У Матроны была сестра Мария Никакой Пелагеи я не помню Марии никогда, так сказать, не было найдено записи, что Мария когда-то рождалась в данной семье Уникальная ситуация Биография одной из самых знаменитых личностей 20 века как будто намеренно кем-то запутана и искажена А вещественные доказательства уничтожены Не сохранилось ни от Матронушки, ни от членов ее семьи, никаких предметов быта, утвари, одежды Не сохранилось Как же все было на самом деле? Какой была Матрона Московская? Какую прожила жизнь? Как творила чудеса и как стала святой? Это родословное древо Святой Матроны составленное на основе записей о ее родственниках Дед Иван обычный крестьянин содержал семью из 18 человек Помимо родных сыновей Егора и Дмитрия он усыновил еще троих мальчиков Принял на двор работника с семьей, содержал 66-летнего дядю с женой и многочисленных племянников Такой патриархальный настоящий хозяин, верующий, православный, который объединил вокруг себя свою большую семью Помимо того, что Дед Матроны был настоящим благотворителем, он еще и проявил крепкую крестьянскую смекалку В те времена сельский сход предоставлял крестьянской семье землю, соответственно, количеству работников мужского пола Чем больше мальчиков, тем больше земли Кстати, как раз этот дом принадлежал одному из приемышей этой семьи Никоновых, корней Иванов Крепкое, зажиточное было хозяйство у деда Ивана. Один только Дмитрий, младший сын, был слаб здоровьем И согласно традиции, пока остальные работали в поле, молился за всю семью Сосед Никита Голиков обрадовался, когда Иван впервые заговорил о том, не поженить ли им младшеньких За будущее дочери он теперь мог не волноваться Ну, Вань Я согласен Мить, конечно, твой работник так себе Но, я думаю, ты Наташу не обидишь Так главное, чтобы она нас не обидела Никит, я согласен По рукам Все, договорились? Договорились, да Ну что, расселся Пошли уже Пошли, пошли Пойдем Прощайте Мама, меня не надо было спросить? Ой, дочка, ну кто спрашивал меня, а? Че ты там удумала? Оля родительская А тебе выполнять надо В то время свадьбы были не так, как у нас сейчас для молодежи Там женились, потому что в доме нужно было работник или работница Свадьбу сыграли в октябре, после покрова Иван, как и обещал, поставил Дмитрию и Наталье отдельный дом Добротную бревенчатую избу в селе Себино Дом у них был очень хороший По тем временам, в сравнении с другими сельчанами В доме располагался такой небольшой хлевчик, где, если рождались там маленькие целятки или овечки, они жили зимой при доме На такое в ту пору мало кто мог рассчитывать Собственный отдельный дом Подружки и соседки смотрели с завистью А Наталья проревела всю ночь перед свадьбой Со страхом и волнением пересекала она порог своего нового дома С мужем, худым, болезненным, неразговорчивым, чужим в сущности человеком Ей предстоит остаться вдвоем в одном доме на многие годы Как сложится ее жизнь А он сидел под иконы с закрытыми глазами И то ли молился, то ли спал Опасения Натальи не оправдались Ее семейная жизнь складывалась неплохо Молчаливый Дмитрий оказался заботливым и внимательным Не то что руку ни разу не поднял, слово упрека не сказал Даже когда она один раз обед в печи спалила А когда оббила горшки и роняла посуду, училась вести хозяйство Муж только улыбался и помогал собирать осколки Дед Иван действительно много помогал их семье Работниками, продуктами, рублем Дмитрий, несмотря на слабое здоровье, трудился как мог в огороде и в доме Семья Никоновых не бедствовала Жили своим трудом, на делы были У них семья не голодала Супруги уже подумывали купить собственную лошадь Как подоспела еще одна хорошая новость Наталья забеременела и летом 1870 года Родила Дмитрию первенца, мальчика Окрестили Михаилом Молодая жена чувствовала себя на седьмом небе от счастья У нее все получилось Хозяйство наладилось Каша больше не горела в печи И дорогая посуда не выскальзывала из ее окрепших рук У нее было все, о чем обычная женщина могла только мечтать Отдельный дом, крепкая семья, внимательный, не пьющий муж, маленький ребенок Не знала тогда Наталья, какие страшные испытания вскоре обрушатся на нее и ее семью Каждый день в Покровский монастырь, где покоятся мощи, метленное тело великой святой Стоит очередь из нескольких сотен человек Известный актер Евгений Воскресенский Вспоминает об удивительном случае в монастыре Передо мной стояла, знаете, женщина В такой белой какой-то куртке Я молился, молился И потом, знаете, посмотрю на куртке Здесь так пояс, какие-то сборки такие вот в этой куртке И я там отчетливо вижу лик Матроны Вот как ее пишут на иконе Потом выходим И ко мне подходит эта женщина Говорит, вы знаете, Матрона Мне просила вам передать, что у вас все будет хорошо Только берегите сердце свое Я так прямо балдел Евгений сходил к кардиологу Актер говорит, предупреждение было получено вовремя У него действительно могли начаться серьезные проблемы со здоровьем Очевидно совершенно, что если к Матроне стоит очередь Там тысяча человек каждый день То стоят они потому, что она помогает И с этим невозможно спорить Святая Матрона Московская вошла в историю России как великая чудотворица Невероятные истории с людьми, обратившимися к святой, происходят и сейчас Спустя 60 лет после ее смерти Матронушка, Матронушка Спасибо Матронушке, что мальчик такой красивый у нас родился 47-летняя Людмила Почебыт из белорусского города Молодечина Была уверена, что детей у нее больше не будет никогда Несколько лет назад женщина перенесла операцию по удалению обоих яичников Пошла к гинекологу Все у меня сразу двухсторонняя кистомаячника И кисты были очень большие Потому что тут у нас в городе врачи не Даже не взялись оперировать Они мне дали направление в онкоцентр Вот Ну и все так закрутилось, завертелось Сделали там операцию Сделали операцию И врач просто После операции я спросила Как, что Дети там могут быть, не могут Вот как мне вообще жить Нормально, я сказала, живите спокойной жизнью Какие дети На тот момент Людмила с мужем Александром Воспитывали двух дочерей 20-летнюю Ольгу И 11-летнюю Полину Конечно, всегда мечтали о сыне Но понимали не судьба Хотелось, конечно, сыну Очень хотелось Ну, то есть, трезво относясь к всей этой ситуации Возраст и все это То есть, это была уже, конечно Похороненная мечта Понимая, что нет никакой надежды Супруги тем не менее Втайне друг от друга Стали молиться о сыне Матроне Московской Ведь известно, что святая Имеет особую благодать Помогать тем, кто не может иметь детей Я замечала, конечно Что вот каждое утро Это где-то на протяжении лет семи Он все время молился Поднимался утром рано Четыре часа И все время Я поднимаюсь там, допустим Пол шестого Сашки нету Где Сашка? А потом все Я заметила Молитва слов Потом Все потихонечку Потихонечку То есть, он меня подготавливал Или знаю То ли он стеснялся Ну, вот я не знаю Вот именно Наигонные действия были А потом произошло невероятное Медики до сих пор разводят руками Этого просто не может быть! Это была третья смена На работе Не раз что-то стукнуло В живот Что-то такое интересное Но стукнуло так, что Странно Людмила знала Забеременеть она не может Чисто физиологически Но все-таки купила тест И он показал положительный результат Людмила была уверена Что это ошибка Или гормональный сбой И поехала к врачу Она говорит У вас есть беременность А я так думаю Вот Не может такое быть Ну так У вас мальчик Я так молчу Она говорит Женщина У вас 28 недель Я говорю Как 28 недель Мне сразу все поплыло И я только спросила Патологии нет? Она говорит Нет Ручки, ножки на месте Все хорошо Я поднялась Я ставила там куртку Я ставила все Я не расплатилась Я вышла Я не знаю что мне делать Ну как бы Я вообще была в шоке В тот период Людмила похудела на 10 килограммов Плохо себя чувствовала Часто тошнила И ее 6-месячная беременность Стала настоящим шоком И для нее самой И для окружающих На работе ей сразу предоставили Декретный отпуск А дома Радости конечно У папы было Это было что-то Он пробежал У Полины целовал У кота целовал У собаку целовал Это все было Настолько радости Ну это не передать Есть такие ощущения Минуты Наверное у каждого человека Ну радость Ну радость Это конечно не передать Младшая дочка Полина Говорит что сначала не поверила Когда папа объявил Что скоро у нее появится братик Я даже не ожидала Сразу приезжает Папа такой Полина у тебя будет братик Я такая Да ладно шутишь Я такая Вообще в шоке Такая Папа тоже такой радостный Радостный И я радостная Неожиданно Специалисты у которых Наблюдалась беременная Людмила Не могли поверить в чудо Женщину обследовали Профессора из Минска Приезжали специалисты из Москвы Выяснилось что во время операции Хирурги оставили Микроскопический кусочек яичника Шанс забеременеть в этом случае У 44-летней женщины Был ровно один на миллион Врач меня смотрела Которая я пришла потом становиться на учет В 28 недель она только так Почесала затылок Села Почесала затылок Села Почесала и опять села Ну наверное мы еще не все знаем Вот это ее фраза была Сейчас Арсению 3 года Мама часто берет его в храм Креститься он еще не умеет Но пытается не умело складывая пальчики Подвижный и активный дома Здесь Арсений замирает Прислушивается к чему-то И подолгу рассматривает икону Святой Матроны Московской Которая словно улыбается ему в ответ Интересно что Наталья Никонова И сама вынашивала маленькую Матрону При обстоятельствах Которые современные врачи назвали бы Несовместимыми с беременностью Все началось с мелкого Пустякового казалось бы события Зимним рождественским вечером Дмитрий попросил у жены горячего чаю Черного чаю какой пили баре У Никоновых конечно не водилось Зато летом Наталья с подругами собирала И засушивала цветы Иван чая Отличный ароматный получался напиток Пили Иван чай при свете лучины Свечи экономили Дмитрий неловко взял чашку Поднес ко рту и нечаянно ожегся Об этом случае супруги вскоре бы благополучно забыли Если бы на этом месте у Дмитрия не начал расти Странный болезненный нарост В документах против его имени Стоит буква С Значит слабый Как и у Натальи тоже Или больной пишут У Дмитрия Никонова был рак губы Он довольно долго страдал от него Был поэтому очень молчалив Редко разговаривал Наверное причиняла ему боль Медицины как таковой на селе тогда не было К знахарке Никоновы идти категорически отказались Летом 1871 года маленький Миша заболел лихорадкой Ночами напролет просиживала Наталья у постели ребенка Лечили медом, травами, бараньим жиром Выпаивали козьим молоком Ничего не помогало Миша умер Вскоре после своего первого дня рождения Ничего он Он теперь ангел Он теперь там за нас молиться станет Бог даст Еще дети будут Наталья действительно вскоре снова забеременела и родила девочку Пелагею Затем еще одну дочку Устинью и мальчика Ванечку У Дмитрия и Наталья рождалось с 1870 по 1888 год 8 детей Из которых четверо осталось в живых, четверо умерло в младенчестве Дочка Устинья прожила два года Сын Иван умер годовалым Наталья ходила беременной в пятый раз, надеясь на лучшее Она не знала, что и этому ребенку не суждено остаться в живых Раковая опухоль на губе Дмитрия росла Его мучили сильные боли, от которых не помогали никакие средства Хозяйство херело, измученная родами и похоронами детей, Наталья не успевала ухаживать за скотиной Овечек распродали, а когда от неизвестной болезни пала корова, молодая женщина впервые в жизни почувствовала отчаяние Она уже не понимала, как всего пять лет назад порхала как бабочка в ожидании чудесной новой жизни Теперь здесь все казалось ей серым и беспросветным Оставшиеся детские вещи напоминали о счастье, которое могло случиться, но так и не случилось На дворе стоял 1881 год Известие о гибели царя Александра II от рук террористов Никоновым принесла соседка Бумбу в него бросили, в царя-то батюшку, говорят прямо возле дворца А ты как будто рада, Настя Что ты? Что ты? Ну, свет, свет, свет Я пойду, пожалуйста Пойду Болеешь ты вон Болеешь Что ж болеет там у тебя все время Ой, свет, свет, свет Натя А ежели Господь Бог допустил-то царя убить Чего ж у нас за наших-то дедка говорить Чего ж теперь будет Пятый ребенок Никоновых Андрюша умер не прожив и года в 1883 году Его жизнь унесла эпидемия неизвестной болезни, прокатившейся по селу Смотрите, в метрических книгах, хранящихся в Тульском архиве На дату 5 августа 1883 года приходится несколько младенческих смертей Справа пометка От поноса Дизентерия, поплюш Тогда и слов таких не знали Наталья совершенно обезумела от горя Она была уверена Прогневался Господь на их семью И не понимала только одного За что? Господь Господь Сил моей больше нет Мы же вроде верующие в храм ходим Людям зла никакого вроде не сделали Наська вон по колдунам ходит Ничего Живут у нее дети А ты мне за что так наказываешь? Смерть пятого ребенка не была последней в семье Никоновых Вскоре как будто вслед за маленьким Андрюшей ушел дед Иван На похоронах отца Дмитрий впервые в жизни разрыдался Таким Наталья не видела его никогда Вечером опять же впервые крепко приложился к бутыле с медовухой А ближе к Пасхе опять слег Наталья осталась вдвоем с девятилетней Пелагеей Единственным оставшимся в живых ее ребенком И тут с ужасом и удивлением поняла что снова беременна Слышь Наташка Что? Слушай а Митька у тебя больной больной А детей то он тебе вон как делает? Да ну Настя на тебя и так тяжело Да нечего рожать от больного до убогого Вот поэтому и дети такие и получаются Настя Да ладно Что-то я уже знаю я тебя пособлю Тоже знаю как Рождение Матроны Московской окутано тайной Это прозвучит невероятно но никто не знает когда именно родилась Великая Святая Разные источники указывают разные даты Например книга мемуаров москвички Зинаиды Ждановой в доме которой многие годы прожила Матрона сообщает что святая родилась в 1881 Но это не так Смотрите вот метрическая книга Тульского архива за 1881 год В ней нет упоминания о девочке по имени Матрона В метрической книге за 1881 год нигде мы не нашли девочку с имени Матроны которая родилась бы в семье Никоновых Официальное житие указывает 1885 годом рождения Матроны но документы опровергают и эту версию 1885 год это дата рождения Матроны то есть можно уже исключить даже потому что в этом году в 1885 в метрической книге записано что у них был в этой семье был рожден сын Иван Вот та самая запись метрической книги 17 августа 1885 года у Натальи и Дмитрия Никоновых родился сын Иван Не может быть чтобы в один год двое детей родилось в одной семье Валерий Зайцев и Геннадий Бибиков просмотрели все метрические книги хранящиеся в Тульском архиве с 1880 по 1890 годы Период в который могла родиться Матрона и вообще не нашли никаких упоминаний о девочке Матроне Никоновой родившейся когда-либо Было выявлено несколько Матрон девочек с рождения Матроны за эти десять лет но нигде мы не нашли девочку с семьей Матрона которая родилась бы в семье Никоновых Единственный документ который хотя бы косвенно проливает свет на тайну рождения великой святой вот эта карточка сельхоз переписи Историки датируют ее ориентировочно 1911 годом здесь описано имущественное положение Себинского домохозяина Дмитрия Никонова и внимание перечислены все члены его семьи Здесь находим в этой карточке видно что у Дмитрия Ивановича Никонова была записана дочь 28 лет И в графе о нетрудоспособности стоит буковка К что означает как бы буковка означает коллега Ну как бы сопоставив эти данные и то что перепись проходила в конце мая начало июня 1911 года то есть можно Высчитав 28 лет с 11 года получить год рождения 1883 Это предположение историков казалось бы легко проверить Необходимо лишь открыть метрическую книгу села Себино за 1883 год и просмотреть все записи о рожденных детях Но и это невозможно! Вот та самая книга! Смотрите! Листы касающиеся возможного года рождения святой Матроны кем-то аккуратно удалены Вот мы находим книгу Тульской духовной консистории Значит село Себино за 1883 год То есть часть первая родившихся Мы открываем и смотрим Смотрим и видим что К сожалению в данной книге почему-то сохранилось только один лист Титульный На заглавной странице стоит циферка 1 Которая написана еще теми чернилами 1883 года скажем так И переворачивая на второй части о бракосочетании Мы видим тем же чернилами написана циферка 41 То есть получается что 40 страниц с этой книги бесследно исчезли То ли они были изъяты то ли как-то они пропали Кто когда и главное зачем удалил информацию касающуюся даты рождения великой русской святой Хотя фактического подтверждения по прежнему нет Многие исследователи сходятся на этой дате Скорее всего святая Матрона родилась в 1883 году И если это действительно так Многие невероятные события из жизни великой старицы и окружавших ее людей получают объяснение Наталья была в панике Шестая беременность после того как погибли четверо ее малышей Смерть свекра основного кормильца их семьи А муж Дмитрий снова болен Не прокормит он их один без деда Ивана Казалось что выхода нет В то время повитухи на селе промышляли нелегальными абортами Их услугами пользовались в основном молодые незамужние женщины Которые как говорится нагуляли ребенка на стороне и теперь хотели избежать позора Все прекрасно знали чем может закончиться обращение к такой специалистке Женщины часто гибли Либо сразу вместе с младенцами Либо впоследствии от развития тяжелой инфекции Средства были самые дикие В матку беременной женщины вводили сырую луковицу И побеги лука разрастаясь душили младенца в утробе Смешивали с водой порох и давали пить натощак Провоцируя выкидыш Заставляли глотать скипидар Смотря на то что казалось бы дитя еще не вступило в эту жизнь земную Но на самом деле она уже живет во все времена Церковь относилась к такому страшному явлению как аборт С крайним осуждением как и к любому другому убийству О, опять молишься? А чего ж делать ты, Настя? О, че делать, че делать Умнее надо быть немножко Вон, смотри, что я тебе принесла Отвар маковый Зачем? Ай, зачем, зачем Беременность твою сводить будем Это не больно Тошнить будет немножко Ты че молчишь? Ну давай, благодари меня, еле достала Настя Че? Так это ж против Бога Против кого? Против Бога, Настя А что тебе твой Бог-то дал, а? Мужа убогого малахольного на печи Детишек мертвых Сейчас другие времена настают, Наташка Хватит уже дурой такой быть Пошла вон Что? Вон, говорю Да, чтоб вы передохли тут все А ну вон пошла Кое-какая денежка была у Наташи скоплена С тех еще времен, когда они с Дмитрием хорошо жили Наталья когда-то дала себе слово Не прикасаться к деньгам, пока старшая замуж не выйдет А там дать ей в приданное Да видно не судьба Господи Иисус Христе, Сыне Боже Помилуй меня грешно Наташа Наташенька, помоги, пожалуйста Меня пристар судебный схватил Я так Маковой злобиной продать хотела За десять рублей Я ее продать хотела А тебе-то я бесплатно завидать хотела Она что-то мне говорит Говорит, на каторгу пойдешь Десять лет, говорит, за это дают Понимаешь, денег он с меня хочет У меня семь рублей всего было, Наташ Я ему все дала, Наташа Наташа, ведь у тебя-то есть, ну пожалуйста Три рублей всего не хватает Помоги, иначе на каторгу пойду Наташенька Вот твое сердце у тебя Я тебе верну Я верну Я тебе верну Вот как Бог свят верну Я тебе точно отдам Я тебе все дядюшки верну Скоро верну Наташенька, я верну Как Бог свят верну Мама, не плачь Не плачь Не плачь Ты все правильно сделала Не бой Теперь все будет хорошо Не умрет Не умрет у тебя больше Не один ребенок Папе Скоро лучше станет Деньги появятся Столько, сколько нужно Крышу железу покроем Ты же давно хотела Мамочка, ты все выстрадала Радуйся Избрана наша семья Кто ты? Плохо мне Кто тебя послал? Откуда ты знаешь? Это не я знаю А ангел-хранитель твой знает Ангел знает все А ще-а-а-а-а-а-а Ох-а-а-а-а-а Ух-а-а-а кх-а-а И тут она видит сон Сон, когда ей снится большая белая птица, которая без глаз, и видя все это, просыпаясь утром, она понимает, что ребенок, который у нее будет, это будет особый ребенок. Девочка родилась в конце ноября, она была слепой от рождения, под веками вообще не было глазных яблок, но тельцем была здоровой и крепкой и никогда ничем не болела. Дмитрию стало полегче, он все чаще приподнимался на локте и с прежней улыбкой рассматривал новорожденную дочку и жену Наталью, которая суетилась вокруг нее. А когда он оделся, подтянул кушак и впервые за два месяца вышел из избы, Наталья поняла, что беды оставили их семью. Крестили девочку в Себинском храме. Отец Василий Троицкий, который крестил и отпевал всех детей Никоновых, с горечью осмотрел слепенькую новорожденную и начал обряд. Но как только опустил ребенка в купель, над водой поднялся столб ароматного дыма. Священник сказал, что она богоизбранная, дал им просто наказ такой, берегите ее, если что-то ей будет нужно, она попросит, придите ко мне и скажите. Дети Натальи Никоновой больше не умирали. Спустя два года после рождения Матронушки появился на свет мальчик Ваня, еще через три года маленький Миша. Наталья назвала его в честь того первого Мишеньки, которому суждено было прожить лишь чуть больше года и не раз бегала проверять, дышит ли младший сынок. Но все опасения были напрасны. Мальчишки росли здоровые и крепкие, их не брала никакая хворь. Дмитрий работал, в хозяйстве снова появились овечки, лошадь, а вслед за ними и деньги. Маленькая Матрона росла, училась ориентироваться на ощупь. И хоть Наталья и нашила дочки тряпичных кукол, девочка предпочитала другие игрушки. Николай Николай! Маленький, помогай! Она играла с иконами, как живыми куклами, то есть она со святыми была, ну как Наты. Шел 1890 год. И из смертных, наверное, одна только маленькая Матрона точно знала, что будет дальше.